Субботний мир Не правда ли? Всех вас с днём субботним! Мы рады вместе с вами начать это субботнее богослужение! Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее и настраивайтесь на небесную волну! И пусть это совместное время поклонения Богу будет для каждого из вас благословенным! Приглашаем вас к молитве! Благословен ты наш Господь Бог, подаривший нам жизнь, Благословляющий нас на протяжении всей этой недели И подаривший нам субботний покой! Благодарность тебе, что в этот субботний день мы можем поклониться тебе И воздать славу тебе! И благослови, и освяти народ твой во имя твое! Аминь! Благослови, душа моя Господа! Господи Боже мой! Ты дивно велик! Ты облечён славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою! Простираешь небеса, как шатёр! Устрояешь над водами горные чертоги твои! Делаешь облака твоею колесницей! Шествуешь на крыльях ветра! Иисус любовью в мир наш пришёл И во тьме Он нас нашёл Двери в небо нам открывает На Голгофском кресте Иисус, тебя мы любим Иисус благодарим За то, что на Голгофе Нам спасенье открыл Руки над нами Ты простираешь Чтоб благословить всех нас Мир свой небесный Нам посылаешь Счастье, радость, добрый час Иисус, тебя мы любим Иисус благодарим За то, что на Голгофе Нам спасенье открыть Скоро придёшь ты снова на землю Чтобы взять в себе всех нас Солныш в небо мы направляем Каждый день и каждый час Иисус, тебя мы любим Иисус благодарим За то, что на Голгофе Нам спасенье открыть Иисус, тебя мы любим Иисус благодарим Иисус благодарим За то, что на Голгофе Нам спасенье открыл Псалом 102 Благослови душа моя Господа И вся внутренность моя Святое имя Его Благослови душа моя Господа И не забывай все благодеяния Его Он прощает все беззакония твои Исцеляет все недуги твои Избавляет от могилы жизнь твою Венчает тебя милостью и щедротами Насыщает благами желания твое Обновляется подобно орлу Юность твоя Красота Иисуса Светись во мне Вся Его полнота проявись во мне Дух любви огня Поживи меня Чтоб сияла во мне красота Христа Пусть увидят во мне красоту Христа Пусть любовь пребывает во мне всегда О Дух Божий приди Все во мне измени Чтоб сияла во мне красота Христа Пусть душа старшеством Пись полы поет Славит имя Христа И во мне живет Чтобы имя Христа Расслабляли уста Чтобы пела душа без славы Всегда Приветствую вас, дорогие братья и сестры В этот славный день субботний Я рад, что вы сегодня вместе с нами В онлайн-видео богослужения Принимайте участие И славите вместе с нами Господа Иисуса Христа Настало время для изучения библейской беседы В этом квартале мы изучаем с вами важную и актуальную тему Для жизни, наверное, любого верующего человека И название нашего урочника в этом квартале гласит так Разделяя радость Божьей миссии И мы с вами уже могли что-то взять особенное Из двух уроков для себя Мы уже с вами говорили о том, для чего нам свидетельствовать Мы с вами затронули тему личного евангелизма Мы говорили там об опыте, о трудных людях И сегодня перед нами третья тема Которая называется Видеть людей глазами Иисуса И перед тем, как мы продолжим, я хочу вам напомнить, что в ходе нашего размышления у меня будут к вам вопросы И вы можете ставить видео на паузу для того, чтобы поговорить и поразмышлять И ответить на эти вопросы с теми людьми, которые вас сейчас окружают Итак, мы приступаем к изучению третьей темы Читая Священное Писание, читая Евангелие, мы можем с вами увидеть, как Иисус подходил к своему служению разным людям Иисус видел людей, которые его окружали другими глазами Я бы так назвал глазами неба Его окружали люди из разных слоев общества И в основном, конечно, это были простые люди Это были бедные люди, которые болели физическими болезнями Это слепые, ослабленные были и те, даже в которых были бесы Но все они желали исцелиться у нового Учителя И, конечно же, всегда Христа окружали те, кто жаждал духовной пищи И читая Евангелие от Марка 8 главу, мы находим с вами одну ситуацию из жизни Иисуса Христа Это ситуация, связанная с чудом слепого человека Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Марка 8 главу И прочитаем с вами 4 текста с 22 по 25 текст Пожалуйста, я буду читать, а вы следите Иисус приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого И просят, чтобы прикоснулся к нему Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения И плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его И видит ли что? Он, взглянув, сказал Вижу проходящих людей, как деревья А потом опять возложил руки на глаза ему И велел ему взглянуть И он исцелил И стал видеть все ясно Встречая в Евангелии другие ситуации с чудом и жизни Иисуса Христа Мы видим везде, что Иисусу нужно было лишь сказать или прикоснуться к человеку И тот сразу же исцелялся Но в этом примере мы с вами видим чудо, которое происходит в два этапа И здесь возникает вопрос, и этот вопрос я хочу задать вам, дорогие друзья А почему Иисус не исцелил слепого с первого раза? А почему Иисус не исцелил слепого с первого раза? После первого возложения рук Христос спрашивает слепого Видит ли что? Отвечая на этот вопрос, мы можем с вами сказать Что это единственный известный нам с вами случай Когда Иисус задавал подобный вопрос И очевидно, это было сделано вот эти два раза Не два исцеления, а поэтапное исцеление Для того, чтобы этот слепой человек укрепил свою слабую веру И читая эту историю, тоже важно заметить то, что этого слепого привели его друзья Они верили в Иисуса Христа И, к сожалению, сегодня в мире мы можем сказать с вами о том Что не все люди бегут к Иисусу Христу Не все люди бегут к Богу И этих людей мы, как верующие люди, должны приводить к Богу И сейчас я хотел бы поговорить о нас с вами О людях верующих, о людях веры А мы, как люди верующие, люди читающие Священное Писание Люди, которые молятся Мы тоже порой проявляем в своей жизни слабую веру К великому сожалению Скажите, пожалуйста Что необходимо нам сегодня сделать Чтобы обрести сильную веру в Бога? Наша вера не вырастает за одну минуту или за один час Даже за один месяц Это долгое путешествие с Богом Чтобы нам быть сильными Мы должны сами укрепляться в Боге каждый день Мы должны верить и доверять Ему Как написано в послании Евреям 11 глава 1 текст Вера же есть осуществление ожидаемого И уверенность в невидимом Читая книгу Откровения Мы находим с вами текст о том Что по земле будет распространяться Вечная Евангелие И Церковь Божья Церковь Адвентистов 7 дня Работает сегодня в этом направлении Очередной вопрос для вас, дорогие слушатели Как я сегодня участвую в деле спасения душ для Христа Что я делаю для церкви Что я делаю сегодня для этого Чтобы спасать других Многие из нас работают в разных отраслях Кто-то может быть директором какой-нибудь большой компании Кто-то может быть учителем в школе Кто-то может быть доктором в больнице А кто-то может быть простой домохозяйкой в доме Но каждого из нас в основном Бог благословил семьей и детьми У нас есть мужья, жены, родители, дети, бабушки, дедушки И возможно среди них есть и неверующие люди И вот здесь Бог дает нам великую ответственность за этих людей Мы должны начинать проповедовать с наших семей Дорогие братья и сестры, дорогие друзья Я хочу задать вам риторический вопрос Отвечать его вслух не нужно Ответьте себе честно сами перед собой Видит ли ваша семья в вас сострадательного и заботливого человека Замечают ли они мир в вашей душе Свидетельствуют ли ваша жизнь в пользу Евангелия Христова Ответьте на эти вопросы перед собой, друзья Читая книгу «Деяния апостолов» Мы с вами видим, что ученики Иисуса Христа После принятия Святого Духа Стали громогласно проповедовать об Иисусе Христе Мы видим в этой книге разные истории, чудеса, встречи, опыты И мы с вами видим, что церковь, которую создал Господь Иисус Христос Она стала расти и распространяться дальше и дальше И мы видим, читая «Деяния апостолов», как Бог открывал многие двери Многие страны, города Для того, чтобы люди принимали вечное Евангелие И в этой книге «Деяния апостолов» в 8 главе записан тоже интересный пример Всеми нами знакомый и любимый Этот пример из жизни Филиппа и Евнуха Хранителя всех сокровищ царицы Ефиопской Который сидел в своей колеснице и читал 53 главу из книги пророка Исаии Он читал этот свиток, но не понимал, что там записано И Филипп, движимый Духом Святым, смог помочь ему в истолковании этих текстов И заканчивается эта история тем, что этот человек, Евнух, принимает водное крещение И находит Бога в свое сердце И сегодня Иисус обращается к каждому из нас И вам, дорогие слушатели, и ко мне И предлагает нам с вами участвовать в деле спасения душ для вечной жизни Из истории с Филиппом мы можем с вами увидеть важное Это то, что Филипп был в очень тесной связи с Духом Божьим И Дух Святой вел его, подсказывал ему почти каждый шаг Чтобы тот мог найти этого Евнуха, этого человека И рассказать ему об Иисусе Христе Еще один вопрос для вас, дорогие друзья Обращается ли к нам сегодня Дух Святой? Если да, то почему мы не всегда Его слышим? Дух Святой сегодня стучится в мое и в ваше сердце, дорогие друзья Он просит впустить Его в нашу жизнь Чтобы помочь нам спастись самим И помочь спасти окружающих нас людей Слышим ли мы сегодня Духа Святого в нашем сердце, дорогие братья и сестры? Управляет ли Дух Святой моей жизнью, моими словами и делами? Готов ли я сегодня видеть людей глазами Иисуса Христа? Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие братья и сестры Чтобы Он помог нам подготовить себя и других людей К самой желаемой встрече с Иисусом Христом Аминь Приглашаю вас к общей молитве Давайте мы помолимся Наш дорогой Господь и Отец Мы благодарны Тебе за то, что Ты доверил нам особую миссию Как Церкви Адвентиста Седьмого Дня Это весть трех ангелов Господи, мы сегодня должны провозглашать ее Нам сложно сегодня Мы имеем преграды в мире, в странах, в государствах С этими законами, которые выходят Но все же Ты даешь нам свою мудрость Ты даешь нам благодать и благословение, Господи Ты даешь нам уже подготовленных людей С которыми мы можем сегодня заниматься и провозглашать весть Евангелия Помоги нам, Господи, видеть Твоими глазами Помоги нам видеть сердце человека, его помышления, но не внешность, которая может отталкивать каждого из нас Господи, благослови нас Во имя Твое мы просим и молим Аминь А сейчас мы посмотрим вести надежды про нашего брата Тима Который переехал со своей семьей в другую страну, чтобы посвятить себя служению Богу Тим принял в своей жизни смелое и радикальное решение Он ушел с работы, переехал со своей семьей в другую страну, где они вложили свои деньги в служение Оставив позади свою жизнь в Австралии, Тим и его семья приобрели участок в Сием-Риапе в Камбодже Желая основать там место, где люди смогли бы получить надежду и исцеление Они открыли школу, чтобы помочь детям из бедных семей А также реализовали программу, которая поможет семьям получать доход Тим не только помогает семьям Он также построил на своем участке небольшие дома в качестве прибежища для молодых мужчин и женщин Не имеющих семей или места, где они могли бы остановиться Молитва является неотъемлемой частью жизни Тима Уже многие годы, живя в Камбодже, Тим молился о новом, необычном способе знакомить людей с Богом Спустя месяцы усиленной молитвы Бог ответил на просьбу Тима и помог ему основать Парк Бабочек который открыт как для туристов, так и для местных жителей Парк Бабочек позволяет всем посетителям, местным и иностранным, насладиться красотой природы и увидеть в этом руку Создателя, которым является сам Бог Бог, который, как сказано в книге Бытие в первой главе, создал весь мир за шесть дней Красота природы – это уникальный путь, через который можно привлечь внимание посетителей и познакомить их с Творцом Парк Бабочек помогает людям глубже постичь удивительную тайну Божьего творения Когда они приходят сюда, мы стараемся обратить их взгляд на Бога У нас есть кинотеатр, где работает система кондиционирования Здесь посетители могут укрыться от жары и узнать больше о красоте природы и о ее Творце У нас есть вегетарианский ресторан И на его примере мы надеемся, что люди поймут, какой особый рацион питания предусмотрел для нас Создатель чтобы мы имели хорошее здоровье Также у нас есть зона для обучения, где люди могут узнать о жизненном цикле бабочек и увидеть, насколько он сложен Рассказывая об этом, мы вновь указываем на нашего Творца Последним остановочным пунктом является сувенирная лавка, где посетители могут взять себе что-нибудь на память об этой удивительной встрече с природой Благодаря заработанным средствам парк продолжает свою деятельность Но не все товары здесь для продажи К примеру, литературу можно взять бесплатно Деятельность парка трогает сердца не только его гостей, но и каждого, кто в нем трудится Здесь они могут больше узнать о Библии и цели служения другим людям В нашем парке бабочек работают молодые люди, которые пришли к нам через наш дом для сирот, а также через нашу школу Эти молодые люди уже слышали об Иисусе в доме для сирот и в школе Мы стараемся создать для них среду, где бы они могли и дальше возрастать во Христе Соблюдать субботу и, конечно же, делиться Божьей любовью с окружающими людьми Переживая такой опыт, они сами духовно крепнут и растут Сирея родилась в бедной семье Тим зачислил ее в школу Там она узнала о Библии и познакомилась с Иисусом Христом Затем она впустила его в свое сердце и приняла крещение Здесь я очень многое узнала Я научилась готовить и взаимодействовать с другими людьми А также евангелизировать и проводить библейские уроки Сейчас у меня есть работа и семья И я очень благодарна Богу за это место Пожалуйста, молитесь за Тима и за парк бабочек Это служение положительно влияет на всех жителей города Сием Риап Пожалуйста, молитесь, чтобы еще больше молодых людей Получили шанс иметь хорошее образование И лучше понять свое предназначение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Быть дома миссионером просто Достаточно иметь телефон и подключенный интернет Отправьте запрос на WhatsApp номер И вы получите короткие аудио проповеди С которыми можно делиться с другими людьми А еще вы можете прислать номера телефонов тех Кому мы можем отправить эти аудио проповеди Также напоминаем вам, что на коротких волнах Идет вещание радиопрограмм на коренных языках Настройтесь на правильную волну Делитесь надеждой Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Hope Media Central Asia Где вы можете найти различные видео Такие как караоке, вести надежды, детский рассказ, семинары А также проповеди Чтобы не упустить наши видео, нажимайте на колокольчик Добрый день, дорогие друзья Я очень рад вас приветствовать Наступило время сбора добровольных приношений И я хотел бы рассказать вам один опыт Собственной жизни в этой области Было это давно, в 1999 году Когда мне впервые посчастливилось Принять участие в семинаре по управлению ресурсами Для меня это было очень вдохновляющее служение Я многое открыл для себя, постиг И многое для себя решил Вернувшись домой, я рассказал обо всем своей супруге И мы вместе решили следовать Божьему пути И вот в ближайшую субботу я собрал сестер, братьев, членов своей общины В селе Аулии Кольку Станайской области И рассказал им об этом удивительном семинаре Я сказал, что наконец, дорогие друзья Я узнал секрет финансового благополучия и благосостояния И готов поделиться этим секретом с вами Все, конечно, были воодушевлены Все хотели узнать этот секрет Все хотели обрести стабильность, благополучие В то тяжелое, непростое время И когда я сказал им, что для того, чтобы обрести Это финансовое благополучие И получить еще большее благословение от Господа Нужно возвращать не одну десятину Господу, а две Каким образом это должно быть? Первую десятину мы отделяем для Господа А вторую десятину мы отделяем от зарплаты Делим ее на количество суббот И в каждую субботу приносим часть этой второй десятины В качестве добровольных пожертвований Ну, тогда энтузиазм Сестер и братьев немного поугас И стали говорить, ну как так? Как ты это видишь? Как ты это представляешь? Это так сложно, так непросто Мы одну десятину возвращаем И остаемся почти ни с чем Нам очень тяжело Как мы будем еще и две десятины возвращать? Ну, тогда я предложил пойти таким путем Я говорю, давайте мы сделаем так Давайте мы проведем такой эксперимент Моя семья, я и моя супруга Мы в течение полугода Будем возвращать Господу не одну, а две десятины И вот когда пройдет полгода Вы можете со стороны на это наблюдать И смотреть за результатами этого эксперимента И если вы увидите, что мы не потеряли Божьего благословения Если все у нас хорошо и стабильно То тогда и для вас будет возможность последовать этим путем Вы знаете, произошло удивительное Спустя полгода мы приобрели автомобиль Конечно, не новый автомобиль Но все равно, в то время, на заре 2000-х годов Такое приобретение было свидетельством финансовой стабильности И серьезного какого-то благополучия Поэтому многие сестры и братья Вдохновленные результатами этого эксперимента Последовали этому пути, этому принципу И до сих пор верны Господу Возвращений десятины и пожертвований Как второй десятины Мы тоже своей семьей взяли этот принцип для себя И на протяжении уже многих лет Неизменно следуем этому принципу И Господь никогда не разочаровал нас в своей милости В своей любви и в своих благословениях Я призываю вас тоже испытать Господа Провести такой эксперимент И не стесняйтесь Господь никогда не оставит вас Не обделит и осыпет вас обильными благословениями Давайте мы обратимся к Господу в молитве Добрый наш любящий Господь Владыка неба и земли Творец и Создатель Вселенной Ты поставил нас Господи в этом мире Управлять всем тем имуществом Которое Ты доверил нам Господь мы благодарны Тебе за работу За средства к существованию За возможность получать какой-то доход И иметь его в этой жизни Но мы понимаем и осознаем Что все что у нас есть Все исходит от Твоей благодеющей руки Просим Тебя Господи Ты благослови нас Пусть благословение наше распространится На наших родных, близких Пусть милость Твоя и любовь Твоя Всегда присутствуют с нами Мы уповаем на Тебя Мы верим Господи Что будучи верными Тебе Мы никогда не останемся постыженными Слава Тебе за все Честь, хвала и поклонение Во имя Господа нашего Иисуса Христа Аминь Привет дорогие ребята Вот наступила очередная суббота И наша любимая детская история Что вы видите вокруг меня? Я нахожусь в лодке на озере В настоящей лодке Представляете? Помните, что у Иисуса Было несколько учеников рыбаки У них у каждого была своя лодка Этим они зарабатывали себе на жизнь Они выходили на озеро В море Ловили рыбу Возвращались с уловом Потом продавали эту рыбу И могли себе что-то купить Кстати, на этой неделе 12 июля Был интересный день День рыбака Вот я вам сегодня Хочу рассказать историю Про мальчика Марка У его дедушки тоже была лодка И дедушка любил покататься с Марком И Марк очень любил, когда дедушка брал его с собой на лодке И вот в очередной раз Когда они поехали на лодке Дедушка сказал Ну хорошо, Марк Садись со мной рядом Тебе пора тоже научиться управлять этой лодкой Марк подумал, что это очень легко Схватил одно весло Дедушка взял другое весло Дедушка сказал Хорошо, Марк Начинай грести своим веслом И вот что из этого получилось Когда Марк греб своим одним веслом Лодка поворачивалась вокруг себя Она не плыла вперед Тогда дедушка сказал Все, теперь останови свое весло Буду грести я И погреб дедушка своим веслом Ну что интересно Лодка продолжала крутиться Вокруг себя опять же Только уже в другую сторону И никак не ехала вперед И тут Марк догадался Он сказал Дедушка, я понял Для того, чтобы плыть Нужно грести двумя веслами одновременно Конечно, сказал дедушка Для этого нужны два весла Это тебе, Марк, урок на всю жизнь Так же и в любом деле Если ты в каком-то деле Хочешь добиться успеха Тебе обязательно нужны два весла Это твои дела Когда ты делаешь дела И молитва Обязательно И только когда эти два весла У тебя в руке Тогда у тебя все обязательно получится Дорогие дети Я хочу, чтобы Бог благословил вас Во всех ваших делах И помог вам не забывать молиться Я хочу дать вам задание Нарисуйте мне, пожалуйста, рисунки Учеников Иисуса Когда они рыбачили И ловили много рыбы А я с вами прощаюсь До следующей субботы Пока! ПЕСНЯ 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 Пой, уныши гора, пой, Господь с тобою, пой, К его ногам упасть и поспеши. Тучи пройдут, они вечны, Снова банкует, Ветер встречный, птица душа Спахнет повыше. Пой, не стыдись, пусть каждый слышит. Хор небеса поет, хвалеет, Но где же ты, твое, где пенье? Он никогда не умокает, Только тебя там не хватает. Пой, пусть сердца слезы, пой, Пусть сердца грозы, пой, Хвала по небе, крылья, души. Пой, уныши гора, пой, Господь с тобою, пой, К его ногам упасть и поспеши. Пой, пусть сердца слезы, пой, Пусть сердца грозы, пой, Пусть сердца слезы, пой, Пусть сердца грозы, пой, Пусть сердца слезы, 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 пой, Доброе утро, дорогие братья и сестры! Я рад всех приветствовать в этот святой субботний день на нашем онлайн-богослужении. Настало время открывать Священные Писания и размышлять над Словом Божиим. Сегодня наша тема называется «Кто достоин благовестовать о Христе?». И на этот вопрос «Кто достоин благовестовать?» Чаще всего можно слышать такой ответ, когда люди говорят, что благовестовать могут только пасторы и евангелисты, люди, которые специально этому обучены и хорошо знают Священное Писание. И даже в Евангелии есть такой случай, когда ученики Иисуса Христа запретили человеку говорить об Иисусе. Давайте мы откроем Библию и прочитаем об этом. Это записано в Евангелии от Марка, 9 глава, 38 стих. Итак, мы читаем. «При сём Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Вопрос. Почему ученики запретили тому человеку совершать служение именем Христа? И кто вообще имеет право говорить о Христе, а кто нет? Кто определяет этот критерий, кому можно говорить о Христе, а кому нельзя благовестовать? Ученики, какой был их критерий у учеников? Они говорят, он не ходит за нами. То есть, по той причине, что этот человек, которому они запретили совершать служение именем Христа, не входит в число 12 избранных учеников Иисуса, на этом основании ученики решили, что он не может служить именем Христа. Они упрекали человека, который делал то, что они считали, что это их привилегия. Они думали, что это только их исключительное право совершать служение во имя Христа. Хотя Иаков и Иоанн были призваны благовестовать, но тем не менее они не имели права запрещать другому человеку благовестовать об Иисусе Христе. Вопрос возникает. Хочет ли Иисус, чтобы мы благовестовали? Все Евангелия, когда мы читаем, там мы видим один и тот же призыв Иисуса Христа об этом, чтобы мы благовестовали людям. И другой вопрос возникает, а кто же не хочет, чтобы мы благовестовали? Ответ на этот вопрос мы можем найти в Евангелии от Иоанна. Десятая глава и десятый стих мы читаем. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Так говорит Иисус, что цель вора – это убить и погубить, а цель Христа – чтобы дать жизнь и дать ее жизнь с избытком. Мы прекрасно понимаем, что здесь вор – это символизирует сатану, цель которого – погубить как можно больше людей, а цель Иисуса Христа – она противоположная. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти как можно больше людей. Евангелие приносит жизнь, а без Евангелия приходит смерть. Нет Евангелия – нет Христа, а без Христа какая может быть жизнь? В следующем тексте мы читаем Евангелие от Марка, 9 глава, 39 стих. Иисус сказал, «Не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». «Не запрещайте, – говорит Иисус, – если кто-то не разделяет ваше мнение или ваши идеи, это не является причиной для того, чтобы вы запретили Ему совершать служение во имя Иисуса Христа». Тот, кто делает чудо именем Иисуса Христа, не будет очень скоро говорить что-то против Иисуса Христа. Он не будет опровергать силу, силу Христа, благодаря которой он совершил это чудо. Эллен Уайт, Вестница Божия в книге «Желание веков» на странице 438 пишет такие слова. «Суровое или холодное обращение с тем, кого привлекает к себе Христос, как это случилось, когда Иоанн запретил человеку творить чудеса именем Христовым, может повернуть огорченного на путь врага. И душа погибнет. А для того, кто делает это, лучше было бы, если бы повесили Ему жирновый камень на шею и бросили его в море». Какое серьезное предостережение. Какие серьезные слова. Иисус говорит о своей цели. Сын человеческий пришел, чтобы спасти погибшие. А могут ли ученики Иисуса как-то повлиять так, чтобы помешать Иисусу совершать Его миссию – спасти погибшие. Каждый человек очень дорог для Христа. Потому Иисус и пришел на эту землю, чтобы отдать свою жизнь ради спасения всех людей. И поэтому, если кто-то из учеников на другого человека влияет так, что он не благовествует или как-то отталкивает его от Евангелия, то тем самым он жертву Христа делает напрасным. В мире и так много соблазнов. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 18 глава и 7 стих мы читаем. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Сатана побуждает мир противостоять Евангелию. И он искушает также и христиан, пытаясь разрушить их веру. Но горе тому человеку, который соглашается помогать Сатане в этом, чтобы разрушить чью-то веру или препятствовать Евангелию. Вопрос возникает. А кто знает, какие мотивы были у того человека, которому запретили благовествовать Иоанн и Иаков? Может, мотивы у него были плохие? Может, и Иоанну, и Иакову так показалось, что он из плохих побуждений совершает служение во имя Христа? Что тогда? Ответ на этот вопрос мы найдем в послании к филиппийцам. Первая глава, и из 12 по 18 тексты мы читаем такие слова. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Так пишет апостол Павел. Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. А какие обстоятельства были у Павла? Павел в это время находился в тюрьме. Но он не жалуется. Он говорит, что его заключение приносит добрые плоды. Потому что по той причине, что он находится в тюрьме, другие христиане стали более активно благовествовать. В 13 стихе, в следующем тексте, Павел уточняет «узы мои о Христе». То есть Павел был под арестом не потому, что он совершил какое-то преступление, какой-то государственный закон он, может быть, нарушил. Нет, Павел говорит, что он находится под стражей, потому что он благовествовал о Христе. Из-за служения, которое он совершал во имя Господа, Павел был арестован. Многие, обудрившись узами Павла, начали проповедовать. После того, как Павел был арестован, в людях появилась смелость. Они видели, что человек, который совершает служение Богу, который носит Евангелие, он арестован. И люди стали задаваться вопросом, а кто же теперь будет заниматься делом Евангелия? Кто будет заниматься спасением людей? И мы видим, что многие христиане, многие члены церкви очень серьезно к этому отнеслись и встали для того, чтобы заниматься Евангелием. Павел говорит, некоторые правда по зависти и любопрению. По зависти и соперничеству. Когда Павел находился в заключении, он не имел возможности доносить Евангелие до большого количества людей. Но те люди, те христиане, которым Павел не нравился, они решили воспользоваться этим моментом, когда Павел находится в тюрьме для того, чтобы благовествовать как можно большему количеству людей. И тем самым, чтобы у них евангельский успех был больше, чем у Павла. Вот такой дух соперничества был у этих людей. Причем они могли соглашаться с Павлом со всеми пунктами истины, которые Павел говорил. Но только из личной неприязни к Павлу они старались навредить ему. Даже тем, чтобы благовествовать большему количеству людей, чем это делал Павел. Павел говорит, другие же с добрым расположением проповедуют Христа. То есть не у всех был мотив благовествовать большему количеству людей, чем Павел. Были и такие, кто из доброго расположения благовествовали. Из-за ареста Павла у них появилась ревность. Ревность по этому служению и из добрых побуждений. Откликнувшись на призыв Духа Святого, они совершали это служение. И так и должно быть. Когда один работник прекращает свой труд, другие должны выйти, чтобы занять его место. И дело Божье, чтобы не останавливалось. И мы с вами, дорогие друзья, тоже должны поступать так же. Пасторы и другие служители, они тоже стареют со временем. Выходят на пенсию, их перевозят в, может, другое место. И мы с вами должны откликнуться на Божий призыв к служению, для того, чтобы занять это место, для того, чтобы Божье дело не останавливалось. Павел говорит о двух категориях верующих, которые активно благовествовали. Павел говорит о двух категориях верующих, которые активно благовествовали. Одни благовествовали из зависти, из зависти к Павлу и из-за соперничества с ним, чтобы благовествовать как можно большему людей, чем Павел. а другие люди благовествовали из добрых побуждений. Но с каким бы побуждением, с каким бы мотивом люди не благовествовали, и те, и другие доносили Евангелие, и те, и другие совершали дело Божие, и дело Божие продвигалось. И в следующем 18 тексте мы читаем, «Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Павел, наверное, должен был бы быть на стороне тех, кто искренне проповедовал Христа, а те, которые из-за зависти благовествовали и из-за соперничества, этих людей Павел должен был бы осуждать. Но нет, мы этого не видим. С каким бы мотивом и с каким бы побуждением человек не проповедовал, Павел говорит, «Я и тому радуюсь, и этому радуюсь. Главное, чтобы проповедовался Иисус Христос». Мы видим, что Павел радовался тому, что Бог, даже из того, что у людей могли быть какие-то не очень хорошие мотивы, побуждения, но Бог и из этого даже извлекал что-то доброе, то есть люди спасались. Для Павла спасение людей, пробовать Евангелие, было выше, чем какие-то личные обиды. И такой вопрос хочу задать. Как вы думаете, дорогие друзья, с каким сердцем, с какой любовью проповедовал Иона неневитянам? Насколько он был достойным, достойным того, чтобы благовествовать жителям Неневии? Мы все знаем историю об этом. Когда Бог призвал пророка Иону, Он отправил его в Неневию, для того, чтобы пророк Иона благовествовал жителям Неневии, и чтобы те покаялись в своих грехах и обратились к Богу. Но Неневия – это столица Ассирии. Ассирия очень много воевала с Израилем. Израиль и Ассирия – это были вражеские государства, а Ассирия была сильнее, и поэтому Израиль много страдал. По этой причине и Иона не хотел благовествовать своим врагам, чтобы они не спаслись. Но, много сопротивляясь Богу, тем не менее, Иона все-таки согласился и пошел все-таки и проповедовал жителям Неневии. И каков был плод того, что, даже, может быть, не желая, Иона все равно проповедовал этим людям. В книге пророка Иона, в 3 главе, в 5 и 10 стихе, мы читаем, что жители Неневии послушались Иону. «Они приняли весть обличение и покаяли в своих грехах». В 10 стихе мы это видим. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Мы видим, что у пророка Ионы, возможно, не было даже желания благовествовать этим людям, жителям Неневии, но, тем не менее, он пошел и благовествовал им. И благодаря его проповеди эти люди покаялись, и их жизнь была сохранена. Так кто же из людей может сказать, кто достоин благовествовать, а кто недостоин? И кто это решает? Мы видим, что решает это Бог. Призывает к служению по спасению людей. Призывает благовествовать каждого из нас Бог. И как мы ему ответим? Хочу рассказать еще одну историю. Историю сестры Джанет. Она на одной из наших встреч рассказывала свою историю. У нее была болезнь. Врачи обнаружили у сестры Джанет онкологию. Ее врач настаивал на операции. Сестра Джанет очень долго не соглашалась на операцию. Но из-за того, что болезнь прогрессировала, она в конце концов согласилась. Операцию надо было делать в другом городе. А туда надо было ехать. И сестра Джанет вместе со своим супругом поехали в тот город на машине. Приехав в тот город, они остановились переночевать у одного пастора. И сестра Джанет попросила этого пастора совершить для нее служение Елея Помазания. Этот пастор, служитель, он совершил это служение Елея Помазания. А на следующий день сестра Джанет, она приехала в больницу. И перед тем, как ей сделали операцию, она очень сильно просила, чтобы ей провели еще одно обследование, для того, чтобы уже не было никаких сомнений, что без операции не обойтись. Что да, нужно делать операцию, и это окончательно. Когда врачи все-таки согласились и по ее просьбе провели еще одно обследование перед операцией, все были удивлены, все были в шоке. Опухоли не было, и Господь даровал ей исцеление. Сестра Джанет была очень рада, конечно же. И на обратном пути она решила заехать снова к тому брату, служителю, который совершил служение Елея Помазания для нее, для того, чтобы поблагодарить его. И вот когда они с супругом приехали к этому служителю и рассказали об этом чудесном опыте, что по его молитве, по тому служению, которое он провел, Господь услышал и исцелил, этот пастор, этот служитель не мог поверить услышанному. Он был абсолютно уверен, что никакого исцеления по тому служению, который он провел, не будет. Потому что в этот период времени этот служитель, этот человек находился в глубоком кризисе. У него была депрессия, у него было разочарование, он видел многие недостатки своего характера, у него были проблемы, и он был убежден, что Бог не слышит его. Но тем не менее, каким бы недостойным он себя ни считал, мы видим, что Господь через него даровал исцеление. И кто может сказать о себе, что я недостоин благовествовать, или о ком-то другом? Кто может сказать, он недостоин благовествовать? Дорогие друзья, прежде чем говорить такие слова, нам нужно очень хорошо подумать. Кто должен говорить о Христе, а кто нет. И прежде чем это утверждать, прежде чем это сказать, подумайте. «Кому человек помогает, когда препятствует делу благовестия? Чью волю он выполняет, если препятствует благовестию?» Если мы когда-либо препятствовали благовестию, дорогие друзья, нам необходимо в этом покаяться и откликнуться на Божий призыв к служению. Бог сегодня призывает каждого из нас совершать служение ради спасения людей. Сегодня мы можем благовествовать, даже не выходя из дома. Сегодня большинство людей находятся дома на самоизоляции, на карантине и очень много времени проводят в общении в социальных сетях. И большинство среди этих людей, большинство наших друзей, родных и близких, и они сегодня нам более доступны, чем это было до карантина, когда все были очень заняты. И сегодня, общаясь теми средствами, которые у нас сегодня есть, мы можем рассказывать о нашем Господе и Спасителе. И в заключение, как призыв я хочу прочитать слова из священного обеспечения из послания апостола Павла Крымлина, 10 глава, с 13 по 15 тексты. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». И я приглашаю, дорогие друзья, всех совершить молитву. Дорогой Господь, очень небесный, Божий милостивый, мы благодарим и славим Тебя за этот призыв каждому из нас совершать служение евангельского спасения для каждого человека. Благослови нас, Господи, даруй нам мудрости, даруй нам силы, чтобы нам совершать это служение во славу Твою, с Твоей силою. Пусть Твое святое имя, Господи, через наше проповедование будет прославлено и через наши слова, через нашу проповедь, чтобы как можно больше людей были бы спасены. Во имя Иисуса об этом наша молитва и наша просьба. Аминь. Благодарим вас, пастор, за это слово, которым вы с нами поделились. Пусть Господь вас благословит. Мы знаем, что вы участвовали в челлендже под названием «Открытка надежды». Надеемся, что люди, получив их, получили благословение в виде вашей поддержки и обетования от Бога, записанной в Слове Божьем. Если вы не участвовали в нашем челлендже или акции, то вы можете написать на наш WhatsApp номер и мы отправим вам эту открытку, которая называется «Открытка надежды». И с ней вы можете поделиться со своими близкими и родными. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете наши акции. А теперь новый челлендж. Внимание на экран! Сейчас появится картинка и вы должны отгадать, какая же это библейская история. Если вы отгадали и знаете ответ, то пишите под этим видео в комментариях. Мы получаем от вас также поздравления и это здорово. Хотели вас попросить, чтобы присылали имена и фотографии именинников заранее. До вторника каждой недели на наш WhatsApp номер и мы с удовольствием включим служение. На этом наше онлайн богослужение завершается. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Хоть и закончилось служение, но субботний мир туда влечет, откуда жизнь для нас течет, к престолу Бога и Творца любвеобильного Отца. Пусть Господь вас обильно благословит на грядущей неделе до следующей субботы.